Всем привет! С вами Ультра. И сегодня я покажу вам простенький механизм, который будет защищать ваши сундуки от переполнения. Поясню вопрос. Для чего это нужно? Ответ. У нас есть сундук. Сундук здоровый, но все равно, даже его, ставаясь мислотом, может прийти конец. И тогда поступающий у него лут будет тупо выпадать на землю. Засоряя чанки, залагивая карту, в конечном итоге может привести даже к крашу сервера. А чтобы этого не происходило, нужно сделать следующее. Нам потребуется красный провод и пульсирующий железный гейт И. Два предмета. Красных проводов понадобится столько, сколько блоков трубы у вас стоит, а гейтов понадобится пара на одно устройство. Итак, расставляем гейт. Ставим один возле исходного сундука и ставим второй возле приемника. Теперь навешиваем провода на все блоки, даже там, где стоят гейты. Теперь настраиваем дальний гейт. В нем нужно выставить условие Inventory Full. и выставить вот этот Red Pipe сигнал. То есть, если у нас наполняется инвентарь, активируется красный провод. Теперь настраиваем эту. Здесь ставим Items in Inventory и... Red Pipe сигнал off. Именно off, а не он. Теперь ставим условие Energy Pulsor. Все. Как только этот инвентарь заполняется, система перестает подавать лут. Выпадет, конечно, выпадет, но... Я вам скажу, выпадет его очень даже немного. Ну, сколько? Около 10 предметов. Или зависит от вашей длины трубы. По крайней мере, выпадет только то, что на момент срабатывания механизма находилось в трубе. Ну, а так как я предпочитаю делать трубы как можно более короткими, то и выпадет немного. По крайней мере, здесь два блока. Выпадет, ну, сколько? Items в том, штук 16. Не больше. Никак не больше. Вообще, это такая мелочь, которая... Вроде и не изучается, но зато сильно облегчает жизнь. Если о ней знать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Надеюсь, что вам понравилось. Ждите следующих видео, комментируйте. Ну, а пока... Пока! Субтитры подогнал «Симон»!